Всем привет! Вы на канале Гараж28. Прошли новогодние выходные и мне они принесли два системника на разбор опять. Этот системник был в последнем обзоре. Это братану апгрейдили компьютер. Сейчас у меня заказана для этого компьютера видеокарта с Алиэкспресса. Это будет Asus GTX 750 Ti на 2 гигабайта. И материнка сюда будет устанавливаться совершенно другая. А этот компьютер я привез от своей мамы. Ей компьютер я собирал в предпоследней компьютерной сборке. Там был черный корпус, тоже двухядерка ей собрана. Здесь одна ядерка Pentium. Видеокарта там осталась родная и жесткий диск остался родной. Все остальное приехало сюда. То есть этот компьютер у меня пока на запчасти. А этот компьютер будем разбирать и собирать другому другану в гараж. У него в гараже компьютер собран года 3-4 назад и тоже жесткое старье. Одна ядерка. Это будет двухядерка на 128-й видяхе. Видяху вот здесь 256-ю. Наверное переставлю себе в гаражный комп. Почему-то у меня оказалась 128-я, а не 256-я. Походу я серьезно уже запутался во всех этих комплектующих. Братану буду собирать вот в этом корпусе. А этот корпус другану поедет. В общем, вместо этой материнки будем ставить вот эту ASRock N68 VGS3. Здесь просто стоит AMD-шный. Атлон 2. Два ядра на 3,2 ГГц. Разгоняется спокойно на 3,6 ГГц. Скрытых ядер я не нашел. Планка AMD-шная. Та самая, которую я ошибочно заказал в солишке для себя. Воскнул ее тогда в свою интеловскую материнку. И у меня выпал биос. Здесь она работает хорошо. 4 ГГц. Плюс 2 ядра по 3,6. Плюс видеокарта будет 750 на 2 ГБ. Полагаю, что все, кроме последней лары, пойдут. Третий, возможно, четвертый Far Cry тоже пойдет. Ну, в общем-то, кому поиграться в игры, наверное, до 2016-го или 2015-го года хватит. Потому что вот на этом железе даже третий Far Cry толком не пошел. Потому что видеокарта была слабая. С видеокартой на данный момент получился косяк. Так бы я сегодня уже собирал ему компьютер. Но вчера не успел на почту. В связи с выходными почта работает абы как. То сокращенные дни, то не работает. Поэтому видеокарта подойдет немножко позже. На нее будет отдельный обзорчик плюс тестирование. Но это будет уже отдельное видео именно по компьютеру, которое я брату соберу. А в этом видео будет всего лишь разборка этих двух системников. Итак, оба системника полностью растормошил. Значит, первая материнка от братана. Это Asus P5 QC. Здесь 3 гига оперативок собрано. 775 сокет. Просто стоит двухъядерный на 3 гигагерца. Вторая материнка из манкиного компьютера. Здесь собрано полтора или два гигабайта оперативки. 256-256 вижу. Пока разбирал, отвалился вентилятор с радиатором. Клипсы, видно, уже иссохлись. Хорошо, что отвалился сейчас, а не во время работы. С этой материнкой пока не знаю, что делать. Две видеокарты. Это какая-то ноунейм. Но я ее по интернету пробивал. Она, по-моему, на 128 мегабайт. И вот это Ate Radeon X1600 Pro 256 мегабайт. График DDR2, экспрессовская. Ее поставил в основной компьютер в гараже. По жестким дискам. Так, это от брата, значит, 80-ка. Отсюда еще надо будет сохранить кое-какие данные. Фотографии там, еще что-то. Так, это у меня дежурный, который был засунут с экспихой в мамкин компьютер. Он останется у меня, значит. Здесь SAT-овский интерфейс уже. По приводам оба SAT-овских, оба рабочие. По блокам питания, значит, это у нас на 350 Вт. Этот у нас на 450 Вт. Само собой, братану придется поставить вместо 300-ки 400-ку. Он, по-моему, у него и стоял. Да, потому что для 750 Тайки, по-моему, потребуется дополнительное питание. Насколько я помню, в комплекте там с Китая придет переходник 4-го Молекса на 6-пинку в видеокарту. Если не придет, то придется докупать. Но, по-моему, в комплекте был. Рекомендуемый блок питания как раз 450 Вт, написан у продавца. Поставим, значит, вот этот блок питания. А этот пока останется в резерве. Сейчас пока что заменю видеокарты на своем гаражном компьютере. То есть 128-ую вытащу, поставлю вот эту 256-ую. И начну собирать другану в гараж компьютер на Asus P5QC. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, все же Диза оттестировал. Все прогнал на стенде. Жесткий диск был подцеплен с конфигурацией для какой-то другой материнки. Поэтому постоянно выпадал синий экран. Но это не важно. Проверялась именно работоспособность видеокарт. В общем, вот эта материнка пока назначения не имеет. Здесь я посмотрел, все-таки две плашки 256-ых и две плашки 512-ых. Итого 1,5 ГБ оперативки собраны. Она уходит в долгий ящик. Это материнка Asus P5QC с тремя линейками по гигабайту. Камень я заменил с двухъядерного 3 ГГц на двухъядерный 2,6 ГГц. Потому что после установки именно 3 ГГц камня здесь начали постоянно подвисания какие-то появляться. И сейчас была собрана конфигурация на 266-ом камне. Чисто для того, чтобы снять данные с жесткого диска, брата, там фотографии сохранить еще кое-что. И никаких зависаний не наблюдалось. То есть быстрейшая проблема была именно в процессоре. Эта материнка, значит, пойдет у нас другану в гараж. Она большого формата. Не помню, как они называются, эти форматы. Для нее системник подойдет только вот этот левый. Она оттуда и была. То есть это была сборка брата. Пойдет другану. Вместе с этой видеокартой поставлю другану вот эту 128-ю хатишку. Она у меня из гаражного компьютера. Это X1050, 128 МБ, 128 Бит. Ее проверил. На совместимость с этой материнкой все работает. Вот эта сапфировская видеокарта была как раз у этой материнки. Она пойдет мне в гараж. Это X1600 Pro, 256 МБ. Бывает, что у меня что-то по видеокарте уже как-то слабовато. Гаражный комп тащит. Бывает, притаскиваю какие-то рипы посмотреть на 1080p. И происходит подлагивание компьютера. Поэтому решил в два раза увеличить видеопамять. По этой видеокарте она какая-то непонятная. Но уны. Она то запускается, то не запускается. С предыдущей материнкой она так и не запустилась. С этой материнкой она запускается. В общем, она тоже пойдет в долгий ящик к той материнке. Это ко мне в гараж. Это сборка другану. И вот эта материнка будет собираться буквально на днях компьютер для брата. Обновленный. Повторюсь, уже в начале видео говорил, здесь планка на 4 ГБ. Если ему захочется, он в принципе закажет. Или я ему закажу солишки еще одну такую планку на 4 ГБ. А вот до 8 можно поднять. Эта материнка всего лишь ждет видеокарту. Которую я не успел между выходными забрать с почты. 750 Атика на 2 ГБ. Жесткий диск, братану, поставим вот этот. Под систему 160 ГБ. Сидеть барракуда. Сатовский интерфейс. Все-таки будет пошустрее, чем и ДЕшка. Ну и по системникам. Это для друга она, значит, большая башня пойдет. А тот поменьше пойдет в братану. То есть вот эта плата пойдет в тот системный. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Как всегда, всем всего самого наилучшего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok